В средней школе номер 25 сегодня ремонт в буквальном смысле кипит. 1 сентября в одном из крупнейших учебных заведений города должен заработать новый пищеблок. Объект особой важности. В учреждении получают знания более 1200 ребят. И каждый должен получить вкусный и сытный обед. Ремонт пищеблока проходит в соответствии с графиком. Согласно утвержденным планам, уже в 20-х числах августа комплекс будет проверен и внедрён в эксплуатацию. Ведутся сейчас отделочные работы устройства гипсокартонных перегородок, облицовка стен, шпаклёвка потолков. Ну и ведутся также сантехнические и электротехнические работы. Вентиляция смонтируется, будем зашивать подвесные потолки. С сегодняшнего дня, кстати, вечером начнётся. А вот в средней школе номер 6 изменилось не внутреннее оснащение, а внешнее оформление. Оценить качество новой кровли можно только с высоты птичьего полёта. Правда, аккуратно оформленные скаты и водоотводы глубоких бордовых оттенков подчеркнули необычность фасада. Ремонт финансово затратный, однако необходимый. Школа небольшая, но очень уютная. А потому даже мелкий косметический внутренний ремонт здесь с удовольствием делают своими силами. Главное – с любовью. Сделать новую кровлю крыши, когда был только у нас шифер, а теперь металлочерепицы, то, конечно, это ощутимо. И все жители, ученики, родители, конечно, радуются, потому что цвет мы выбирали вместе, чтобы был именно такой цвет крыши. Говорили об этом на последнем звонке. И приятно, что уже работы почти завершены. Осталось только выполнить работы на чердачном помещении. Из городского бюджета были выделены деньги. И были выделены деньги более 1 миллиарда рублей, если говорить по старым деньгам. И нужно отдать должное, что очень хорошо сработал облсельстрой ПМК номер 6. Плановые ремонты этим летом прошли во всех учебных заведениях Московского района. Кроме 25-й и 6-й, большие работы были проведены в 14-й и 7-й общеобразовательных школах. В районе ведутся такие работы, как капитальный ремонт кровли. Это 14-я школа, в этом году тоже мы ее хотим закончить. И капитальный ремонт стадиона в средней школе номер 7. Это спортивное ядро с искусственным газоном футбольного поля и покрытием беговых дорожек. И вы знаете, в центре города такие стадионы спортивные, как в 7-й школе, они, наверное, должны быть в каждом учреждении образования. И мы к этому будем постепенно двигаться. 1 сентября своих учеников в Московском районе встретят 22 школы, 3 гимназии, 8 учебно-педагогических комплексов и 1 лицей. В учреждения придут не только новые учащиеся, но и учителя. Педагогический штат в этом году пополнился более чем сотней молодых специалистов. Уже 7 августа в районе пройдут так называемые приемки учебных заведений. Будут подписаны паспорта готовности. И уже тогда можно будет считать, что новый учебный год открыт.